Всем привет! В этом простом видео для начинающих поговорим о том, как разделить экран на две части, на три, на четыре и на другое количество частей Windows 11. Сначала о том, как это сделать встроенными средствами системы и как управлять этими средствами, а потом некоторые дополнительные возможности. Итак, первый базовый способ, который появился в Windows 11 и которого не было в Windows 10, он выглядит следующим образом. В открытом окне, неважно там проводник, какая-то программа и так далее, в большинстве программ это получится сделать, хотя не во всех. Подносим указатель мыши к кнопке развернуть и выбираем куда поместить окно этой программы, то есть, например, вот так вот. Далее нам предлагается поместить вторую область экрана, какое-то еще окно, например, выбрали поместили. Здесь что мы можем сделать? Мы можем изменить соотношение этих областей экрана вот таким вот образом, то есть, например, вот так. Это первый базовый вариант, если вдруг у вас не появляется вот эта штуковина, то чуть позже покажу, как ее включить. Далее, как еще можно этим же самым управлять? Можно взять любое окно за заголовок и перетащить его к левой, к правой части, либо в один из углов. Смотрите, перетаскиваю, мне предлагают занять четверть экрана, соответственно, в другие области я могу размещать другие окна. Если я помещаю вбок, то есть, например, вправо, то выглядит таким образом. Отпускаю мышь, мне предлагают разместить второе окно. То же самое, разделитель здесь будет работать. Так, далее, как еще можно сделать то же самое? Если мы нажмем клавиши Windows Z на клавиатуре, у нас будет вот такое всплывающее окно. И здесь мы можем выбрать, в какую область поместить нам это окно. Также, кроме этого, если мы нажмем клавиши Windows и стрелку влево или вправо, то окно поместится в левую или в правую часть экрана. То есть, например, я нажимаю Windows и влево. Разместилось влево. Если нам нужно, чтобы окно заняло четверть экрана, то после того, как поместили его слева или справа, нажимаем Windows вниз или вверх. Например, нажимаю Windows вверх. Как видите, четверть экрана и нам предлагают выбрать еще какое-то окно здесь внизу. Выбираем. Если такого рода прикрепление окон у вас не работает, а вот эти всплывающие штуковины не появляются, зайдите в параметры, откройте путь к системе, а потом откройте многозадачность. Открываем. И здесь, смотрите, прикрепить окна. Нам нужно, чтобы этот пункт был включен, а желательно, чтобы были включены все вот эти пункты, чтобы работало все то, что я только что показал. Это то, что касается встроенных средств системы, но необязательно использовать только их. Если вам требуется дополнительные возможности настройки зон экранов и разделения экрана, можно использовать программу Microsoft Power Toys, которая доступна в Microsoft Store. Скачали, установили программу. Так, она у меня уже запущена. Запускаем ее. И здесь нас интересует Fancy Zones. Смотрите, открываем Fancy Zones. Fancy Zones у меня включен. Далее. Мы можем отредактировать макет. Запуск редактора макета. Макет — это то, как у нас окна располагаются на экране. Открываю и мне, соответственно, пишут. Создать макет я могу, либо выбрать и отредактировать те, которые уже есть. Я выбираю создать макет. Пускай будет сетка — создать. Мне пишут, что нажимать, чтобы сделать те или иные действия с макетом. Например, смотрите, это если я ничего не нажимаю, если я удерживаю shift, то полоса становится вертикальной. Ну, давайте я сделаю вот так вот. То есть готово. Сохранить и применить. Макет сохранен, применен. Далее закрываю. Fancy Zones включен. И далее, чтобы использовать эти прикрепления, при перетаскивании окна достаточно удерживать клавишу shift — появляются, соответственно, области, которые я создал. Размещаю куда угодно окно — оно там закрепляется. И то же самое с другими окнами. То есть вот таким вот образом это можно сделать. Кстати, некоторые производители мониторов, особенно если речь идет каких-то об ультро-широких мониторах и так далее, имеют собственные приложения для настройки области экрана под разные программы. В общем-то, их тоже можно использовать. Ну, а на этом все. Чуть более детально в статье, ссылка на которую в описании под видео. Удачи вам!